добрый день добрый день все любители классического бритья классических бритв и вообще подписчики здравствуйте сто лет не виделись да сколько лет зима была как говорится и вот я немного поздороваться к вам зашел я сейчас занимаюсь как уже многие знают ножами бритвы пока тормознул предисловие такое как обычно я сначала скажу а потом покажу что да как вот уже некоторые даже прибрались на мой второй канал где по ножам там я это обзорчики запиливаю небольшие вот и почему на ножи почему с бритв пока соскочил да еще раз повторюсь и буду повторять сколько угодно бритвы это то что мне нравится делать а ножи то что приходится делать вот ну и что я люблю в принципе ножах это меру вот это вот вот шлифовку я люблю то есть я люблю делать и клинки опять же рукояти к ним я делаю очень нехотя но иногда делаю обритвы еще раз повторюсь потому что тормознул по той причине что у меня их полный полный склад уже горы денег ввалены в эти бритвы у меня больше нет таких средств уже свободных чтобы я просто мог валивать да и смотрит сейчас на меня уже не на как сумасшедшего который постоянно гонит гонит бритвы бритвы и никто не понимает а зачем ты это делаешь они не могут понять что любимое дело может быть таким который не приносит прибыли то есть мало кому интересны мои изделия есть люди и ценители которые уже купили даже по 10-15 штук да есть такие люди но большинство большинство то есть кто-то не понимает кто-то вообще нет просто желание обращать внимание даже на такие вот варианты и поэтому вот мне приходится сейчас заниматься ножами но там я хотя бы не выгляжу как идиот и еще за добавок даже деньги зарабатывать умудряюсь вот так вот и причем вполне так вполне вот но это все прочее давайте по делу николай николаевич надеюсь вы смотрите мои видео раньше смотрели это вот ваши бритвки то есть как просили взять оправу с этой бритвы и подогнать ее под эту немецкую бритву который была устой вот разрушенной оправкой так и сделал снял отсюда подогнал сюда только наоборот то есть вы видели что я трону только передний пин задние нет он наоборот сделал по-другому то есть вот так вот теперь ваша немчика выглядит была черной стала светлой в идеальный зеркало выводить не стал потому что есть момент такой и потерять на душе что на вас затертая будет такая то есть все символы все там геометрии какие остались они будут просто затерт и она вам надо я знаю что она пойдет на полку вы просили не затачивать поэтому вот тут обратная улыбочка есть я ее не правил этой причине по клинушку как и договаривались дюраль вот такая вот бритв к шайбочки там уже мои стоят латунь потому что те сгнили просто ну в хлам ну время оно такое тем более к латуни и но относится жестко и шайбочки поставил миниатюрные в общем такого же принципе диаметра как на немцах давайте как-то покажу вот видите размерность я бы вот сказал так один в один единственно что у них клетки чуть-чуть ниже я чуть-чуть выше все ладно это бритв к вот так вот уже в готовом состоянии это бритв ку как вы просили из g10 то есть основа g10 вот она желтого цвета вот и тут клен но с клёном у меня проблематично потому что если его заново закупать приходится покупать плашку это реально мощные деньги а мне больше он никуда не пригождается этот клён и поэтому пришлось сделать вот из таких вот коротких делов то есть вот черный и фиолетовый или как его там правильно назвать сиреневый сиреневый цвет вот этот клиночек я его заточил как и договаривались я думаю что сейчас стоит показать что они заточены не вот просто сказать а показать что они заточены и с волосом справляются на раз-два вот тут все ровненько все чинно все как положено то есть ну по уму мне даже константин с краснодарских краев как сказал а не разучишься говорит бритвы ты производитесь вот с ножами сейчас занимаешься есть такая боязнь конечно но наладить заново даю пару-тройку брака и все и там уже как будто руки за заточились опять поправились и понеслось вот николай николаевич готова сейчас буду скоро показывать тест по волосам дальше дальше прислал вот такую бритвку мой земляк из нижегородской области город саров в идеальном состоянии в идеальном просто в идеальном красавица прям я не знаю вообще шикардосное состояние вот на заточку тоже заточка была в принципе изначально прям в отличном состоянии но единственно что да волосы нарубать не хотела тонкий женский волос как-то так вот по краешкам вроде тут задумалась вроде начинала все остальное никакой не хотела вот что хочу сказать по этой бритвки как и вот и по этой бритвки хочу сказать что все таки не брезгуйте идеально все равно не брезгуйте ремешками с легкой такой нежной пастой слегка нанесенной то есть возьмите какую-то там одну сторону ремешка какой-то там запасной ремешок возьмите пасту например белая есть такая зеленая но наимельчайшая и с ней подправляете понемногу кругов по двадцать и потом только на чистом ремне примерно неделю две три там месяц потом опять чуть-чуть с пастой ремешок опять шар-шарка если видите там какой-то у нее какая-то она стала немного нерезвой по этому ремешку шарка дамаск 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 это то есть такая сталь для которой просто ремешок это ничто это как по воздуху подправлять да но время от времени нужно ее все-таки подглаживать на легкой пасте потому что это не какая-то там сырая бритвка например вот взять вот если это немца то да ему хватает ремня просто без пасты ему и камней то хватает десять раз туда десять раз обратно он заточенный то есть вот тут да но с мощными высококачественными сталями с полноценной термообработкой этот фокус не прокатывает и вот такую бритвку мне прикатили на заточку я как так все совпало не знаю что все вместе они в принципе у меня оказались чуть ли не в один день вот так я раньше варианты делал широчайшие вообще дича даже если честно забыл когда я ее производил а ну-ка шестнадцатый год ну не зря же я пишу на эрлах шестнадцатый год шахашка скорее всего да шаха пятнадцать вот так вот такая ах поющая прям класс 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 единственно что она немножко была под закатанная вот этот вот уже место было выше шток я его выравнивал и пользователю данной бритвы какие пожелания она скоро может получить обратную улыбку это будет конечно не так скоро потому что это сталь опять же жаскучая это не сырай какая-то там не забор вот и поэтому когда правите по ремешку даже если с пастой без пастой обязательно больше делать уклон вот на это место около пятки и около кончика то есть под задерживайтесь на этом месте не чтобы одна середка работала она в итоге даже если это еще будет из пастой происходить то выровнится потому что тут уже еще какая-то соточка прям одна сотая часть миллиметра и там уже потихонечку начнет обратную улыбку выскакивать вот это вам и все в принципе все делал все вот эти работы старался не спеша хотя у меня реально жмут тут заказы на живые люди ждут люди меня тревожат мол когда когда давай вот но я ему сразу сказал пример который всех больше на меня жмет по этому поводу говорю что нет основные мои заказчики так сказать те вот самые заказчики с которыми срослись то есть вот вот в этом направлении они в первую очередь они номер один и поэтому я сейчас говорю ваши ножи откладываю и занимаюсь бритвами да вот так вот но что есть то есть а с ножами там всегда будет такая заморочка там всегда всем срочно всегда всем надо и всегда не за чего фиг за чего ладно на этом пока думаю надо тормозиться сейчас я принесу коробку с тонкими женскими волосами и мы сделаем тесты еще пару слов пару слов просто займу ваше времени мне случайно показали тут статейку в статейке там примеру вот такая статья не буду говорить кто показал не буду говорить где показал есть статья где один продавец перепродать то есть который перепродает старые бритвы он там хает все подряд там немецкие плохие английские плохие мои в том числе и плохие и все плохо все негодное все один хлам брак и прочее и прочее, но и в конце прям несколько строк, вот если хотите хорошую вещь, покупайте у меня вот уж меня извините, но это грязь это грязь, мне по барабану, что вы про меня говорите вы хоть закидайте меня чем угодно мне по барабану, честное слово потому что у вас это бизнес у меня это не бизнес, это мои любимые дела а я не думаю что вот с этой грязи вот этой мешанины, ваш бизнес пойдет в гору это вряд ли честное слово одумайтесь и будьте благоразумны вот, называть не буду кто вы такие, что вы а я пошел готовиться к тесту волос то есть рубки волос все думаю начать в обратном порядке и так погнали так не уверен, но мне кажется я в резкости слушайте звук какой звук как она поет распускает нет, больше рубит как она роняет волосы с каким звуком она это делает с какой легкостью это прекрасно опа, резкость гуляет не смотрю в экранчик красиво надвое распустила ну-ка давайте все-таки прибавлю может плохо видно как она слушайте самое главное если может услышите звук распустила в общем душа поет ах, не зря мне это дело любимое жалко, что временно не нет возможности то есть пока этим заниматься но это реально временно так что те кто там меня не переваривает не думайте, что я совсем пропал я временно ушел в отпуск так сказать сейчас я просто волосы никак тут не поймаю поймать его надо ну и ладно сейчас она его сама подровняет бритвка так, Николай Николаевич в резкости? в резкости вроде ну давай подкарнай этот волос вот он у меня загибается что-то так 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 где какой звук какие так видно как красиво волос, да он сальто крутит в воздухе после касания вещь ну-ка еще давайте дорубим слышали звук давай сейчас буду молчать перед трубкой да блин тихо распустил нет, тихо распускает тихо, незаметно немного поет так это Николай Николаевич и вот моего земляка бритвка сейчас я третий волос беру в руки вот вот так где тут край-то у него вот он нашел бритвку опа так готовы? просто бесшумно просто бесшумно потому что это 75% клин и он шуметь не любит он просто роняет волосы просто вот вот видели надеюсь там будет видно то есть он роняет так как будто волос прирубает легкий ветерок не бритва а просто в воздухе волос отваливается это прекрасно раздвоил вот так вот вот так вот ну вот все это выглядит конечно вот так в итоге это просто лист бумаги просто бритвки лежат и просто тестируется ну вот на этом все поздоровались увидались а я после вот этих вот своих работ душ отвел порадовал себя ну и людей порадовал для которых я тут поработал и пойду снова уже сегодняшний вот даже дня немного начну шевелиться опять в сторону ножей и завтра уже за головой и уйду опять в те работы которые востребованы которые реально максимально востребованы моей работы и которые приносят деньги то есть как все привыкли это вот видеть как это должно быть и где я выгляжу далеко не идиотом но еще раз повторюсь это временно к бритвкам я обязательно вернусь дело времени как говорится живы будем не помрем а на этом пока увидимся это как это